ребят всем привет мы в очередном на живом путешествие за моей спиной город ворсма мы приехали сюда снимать большой проект про наши делов этого города мы вам покажем разные мастерские мы уже со всеми договорились ребята ждут надеюсь что у нас все получится здравствуй дорогой привет дорогой друг тебя категорически рад приветствовать хорошо что такое нелегкое время на самом деле сейчас очень много паники новые вы смогли вы приехали вы добрались до на очень много ножеделов хотели поснимать прикольный фильм про владею садя а ульса знать ты знаешь не могу за всех обещать но от лица своего товарищества я тебе гарантирую что я сделаю все возможное мы с тобой поснимаем много расскажу про наш город покажу как делается ножи и мы сделаем с тобой кучу интересных проект договорились теперь я предлагаю поехать дальше посмотреть ваш замечательный город погнали погнали ну что пойдем покажешь тебя здесь что происходит там бухгалтерия менеджеры бухгалтерии отдел маркетинга это наше все вы собственно я здесь базируясь ну пойдем послал пока же хоромы пойдемте сегодня у нас не рабочий день поэтому как бы более спокойной обстановкой но давайте все посмотрим это наш секретный бункер у тебя красота андрюха но здесь вот мы проводим наши оперативки наши мозговые штурмы генерируем наши светлые идеи и придумываем наши ножи ты знаешь мы на стольких побывали производства офисах ножевых и так далее но так только у тебя работаем отлично отлично здесь вот мы проводим переговоры так что все кто желает приехать в гости милости просим слушай ну классно это у вас праздник какой-то был с нового года осталось нового осталось ладно хоть ёлку убрали успели убрать к вашему приезду классно молодцы но здесь уже что-то напоминает да что ты в офисе на же дело ну вот да слушай это же у тебя а выставки за план выставки написано ну и собственно понеслось зачем вычеркиваем нюнберг новосибирск самара спб красноярск клинок сокольники арсенал москва ростов-на-дону алмата и большими буквами пишем берлога топ клинок на ниве еще под вопросом она объединила все эти выставки тебя вот сейчас сербы которые лежат они изначально были заточены с подводном они через переточены просто или эти уже сразу же эти с конвексу сразу конвекс потому что тот который у нас лежит я там прямо видно что он переточен ты понимаешь когда я попробовал на праве фону до понял что в общем то это для него что ну классно это первая стадия рождения твоих моделей в общем то все да как бы начинается с того что мы сначала его рисуем рисуем натуральную величину представляем как это будет выглядеть его даже можно же подержать то есть вот собственно масса габаритная модель типа масса конечно не соответствует все дизайны все рисуете от руки в компьютере не прорисовывается нет редкие вещи какие-то собственно компьютерная для чпушки нужно мы делаем все вот кто занимается дизайном у вас вас есть специальный дизайнер нет у нас дизайнера нет у нас просто есть креативная группа то есть мы собираемся владимир я анатолий и вот собственно какой то это все вот ваши идеи дорождаются рождаются идеи то есть вот скажем это нож это рукоять в профиль анфас но это вот клинок собственно с этого вот мы начинаем уже делать шаблон на сегодняшний день у нас порядка 100 моделей то есть у нас идея такова что мы хотим все-таки делать достаточно широкий ассортимент чтобы удовлетворить любой вкус любого как бы заказчика это не говорит что это все делается там большом количестве пачками но скажем какие-то вещи для того чтобы протестировать нужно 5-10 штук сделать привести на выставку показать ну если она заходит то собственно и уже кладем на сайт в интернет-магазин становится такой уже более-менее серийной моделькой смотри делаем 300 400 штук в месяц считаю что смысла пока что для нас делать больше нет потому что переходя на новый уровень по количеству мы можем потерять в качестве соответственно для нас качество важнее средний ценник ножа порядка наверное 7 8 тысяч отлично спасибо все идем дальше здесь внизу в казематах трудятся добрые гномы это вот древесину для рукояти черный граб это ясень это вот макет катаны собственно вот кладезь наших изделий где хранятся основные материалы заготовки в виде клинков ну и соответственно готовые изделия ну что ты многие наверное вещи наши видел да и мы с тобой не так давно снимали за снимали выставку интересную ну давай наверное на выставке наверное не увидишь видишь только у меня надо серьезно вот так да это нож кинематографичный нож был сделан по мотивам фильм удержимая нет не угадал да 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 гранди по прозвищу крокодил да где он говорит отдай ему кошелек зачем разве уже нож разве то нож вот вот это вот нож тоже не из неудержимых это из фильма американец да 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 вот она наша знаменитая зубочистка но он был у нас сильвестер с таллоне на рентуальной выставке мы по-моему показываем такая вот мангула это андрюх это чисто по фану что ты делаешь это чисто да это не серийка это даже я бы сказал штучные работы потому что сам тащусь от таких слышал это кайфово на самом деле мало это делает прикинь по батонить вот того здесь материала хорошая хорошая кованая сталь здесь рукоятка g10 такая прямо вещь вот эта вот работа авторская у нас ты не видел еще да нет это у нас на художественный конкурс готовилась на клинок да на клинок с этой работой мы уже заняли третье место на выставке клинок два года назад ну вот как то вот знаешь рука не поднимается его продать красиво слушай если уж мы заговорили про клинок я знаю что ты делал юбилейные ножи для выставки которая была отменена да да покажи то что касается катан тоже готовим на осень вот такую вот тройку это клиночки для катана сарикой ламинат и оцени сведение клинка тоже сделано в ноль практически то есть по всем правилам катаны делать столько тонкий тонкий микро подводит подожди подожди сейчас я вам дам нож здесь вот дырочка есть куда вставляется микуги рукоять снял клинок отдельно пожалуйста продается ручка отдельно продается то что ее собрал меня уже не касается твоей головы идиот собрал зачем то то есть его носит просто как палочку да она имеет вот здесь вот такое заострение ну разбираешь там конечно есть клин внутри как положено если вот этим вот острием куда-то вот в тупую боль нанести просто вот легкий удар обездвиживает противника прямо капец как надолго вот и варок обутал это смотри такая вот изящная вещь симпатично оформлено ну да достойно ламинированный танто хабаки из мельхиора все входит четко как мы любим как мы любим действительно класс красота это старый русский рубак сервитаром не да вот создает а это для чего на самом деле идея пришла знаешь когда когда вот здесь вот после ковки осталась небольшая трещинка надо было что-то сделать надо было что-то сделать сделали вот такой сервитар ну нахрена да нахрена так вот на выставке мужичок подошел он четко объяснил для чего это сервитар так и для чего же вот трубчатые кости представляешь но в них есть мозг да вот многие любят любят этот мозг жарить кости дробишь вот этим сервитар и достаешь ну то есть это типа boncrasher только он в таком исполнении замьялов сда держи смотри вот эту кукри свое время делали на заказ сергею будюку ну модель эту модель да именно делали посмотри какая получилась что мы с тобой уже говорили об этом за кадром но давай еще раз все-таки в кадре поговорим куда дерево зубшивы почему его нет ну понимаешь мы не старались скопировать его точно для разгрузки ударных нагрузок мы сделали здесь такую дуличку она как бы имеет функционал для заточки ножа ну и как бы разгружает при ударных нагрузках очень интересно получилось вот это колечко попробуй она между пальцами ложится выполняет роль такого упора своего рода классный небольшой не страшно не страшно это достаточно такой простой аккуратный нож без всякого выпендрежь а вот большое страшное да вот я видел там что с костях и такой вот это вот вот это оба вам кстати очень легкий офигенно легкий в руку берешь думаю что там топор не он легкий ну вот собственно то что мы говорили видишь какое количество клинков лежит да это необходимо для того чтобы когда вот пришел заказ его быстро можно было оформить его смотри какие интересные тоже рукояти мозги да crazy файбер типа не crazy файбер это алматинский наш товарищ дел нож новый соломон который мы промоутируем новиночку таких вот нужных авторских интересный нож он мощный можно звук он четыре с половиной пять пять мощненький такой и удобно в руке сидит на удивление довольно таки да сужина дача для кого-то нож ну это скажем такой нож ну наверное для охотников больше и он может использоваться еще как такой конкретный лагерник что-то но батоники раз настрогать веток и он серьезно пятерка а сколько поставили что у него ванать с десятка на самом деле да у тебя в отдельно хочу обратить внимание на филейники кухонного чеклассные мы говорили обо они в ранее форматах есть такие побольше удалось шикарно до филейники это как бы наш топ который скажем так является серийным ножом но в то же время он качественно исполнен очень хорошо себя зарекомендовал как на кухне так и работе у рыбаков у нас брали хамонеры те кто хамон слайсами нарезают сказали что очень хорошо то есть у нас не небольшая партия порядка 50 ножей уехала в испанию так чтобы дома было не скучно к нему небольшой презентик оба быть покупку нового ножа да посмотри-ка ножку а я же его уже же мы живем а прямо тащусь и книжу же смывали его да вот здесь у нас производство дамы кумы гоноризации да и стабилизации вот это вот оборудование для стабилизации это для вымачивания заготовок стал ваш да там black wash здесь просто wash and hands and leg градусники тоже этого прямо точно измерять рефрактором это используем знаешь когда когда нужна максимальная точность поэтому вот только рефрактором световым можно измерить проницаемость ну вот собственно так мы работаем здесь и живем мужики давай кошелек отдай у него нож ну его нахер это нож вот это нож ну вот собственно святая святых наше мастерское производство небольшое компактное но удобное и заточено под наши задачи рождение ножа начинается с клинка изначально клинку нужно придать форму то есть либо это методом ковки достигается и потом подрезается либо это делается из листа вырезается контур ножа и дальнейшая слесарная обработка клинка ну и соответственно термическая обработка то есть мы делаем как прямые спуски так и вогнутую линзу на колесе также мы делаем конвексы это выпуклая линза сведенная на это гриндер собственно вот так вот он выглядит делает прямые спуски здесь у нас площадка то есть вот берется вырезанная заготовка предварительно делают грубые спуски то есть как это сделано вот скажем на этих ножах и нож клинок отправляется в закалку после закалки на данные спуски уже как бы делается финишный сатин делается доводка делается подвод необходимый который мы хотим добиться я сторонник достаточно тонких подводов то есть я люблю чтобы нож был сведен на 0 3 на 0 2 чтобы брил как положено чтобы брил да но это горизонтальный гриндер это тоже горизонтальный гриндер да мы его используем для чего для того чтобы вот какие то вот эти вот вещи на клинках радиусные можно было везде вот как бы пройтись подобрать здесь у нас есть набор сменных роликов вот эти вот ролики меняются ну и собственно в зависимости от диаметра мы можем выбирать радиуса различной конфигурации делаем различную толщину у круга то есть и когда закрепляем сюда клиночек например финку нквд или какие-то ножи на которых мы делаем долы при помощи данных кругов нарезается дол то есть это станок для нарезки долов так ну пескоструйка собственно да здесь же пескоструй да какой-то там мелкий слесарная обработка вот наточили ну и собственно вот здесь вот у нас производится шлифовка или слесарная обработка как правильно сказать вогнутые линзы и выпуклые линзы здесь живот рождаются конвексы те самые вот и сербские шефы 9хс который вот ты видел очень интересный нож собственно вот это станки станки разработки одного из пту завод имени ленина нуждался вот в шлифовально полировальных станках это бывшая фабрика завьялова наша родовая фабрика которая во времена после революции была национализирована ну и потом переквалифицировалась под производство медицинского инструмента вот круг здесь 40 диаметра то есть 40 сантиметров что позволяет делать такую достаточно мягкую вогнутую линзу выпуклые линзы делается у нас здесь этом станке вот таким вот образом то есть мы ее делаем чуть-чуть направить то есть не на самом колесе а вот на этом месте где провис да кстати многие спрашивают насколько у вас длинный или короткий хвостовик вот вы можете посмотреть хвостовики мы не жадничаем делаем всегда где-то 100-90 миллиметров для того чтобы это было надежно на любой нож как бы должен быть надежно дальше чтобы этот клинок превратился в нож нам нужно сделать для него рукоять пойдем дальше так мы посмотрели там как делаются клинки здесь у нас собственно происходит доводка об . рукояти то есть после того как мы собрали клинок с бруском ему нужно придать форму определенную для той или иной модели таким же образом здесь вот производится об . рукояти здесь у нас используют также трехметровые ленты различного зерна круги ну и на этих кругах как бы лента вращается мы придаем форму сколько работают именно производства порядка 10-12 человек собирается нельзя в одну вентиляцию соединять то что как бы шлифуется металл потому что идет искра это что обтачивается рукояти потому что дерево дает пыль мелкую и она может загореться где-то там набившись в каких-то этих местах очень много производства стать пострадала от этого погорели именно были пожары вот здесь у нас небольшая комната где собственный клинок присаживается к рукояти ну и собственно идет туда на на обточку усе ну чё посмотрели номера заселились все хорошо как вам медведь шикарная гостишка на самом деле очень антуражные и дрова и дерево прям вообще отлично с погодой чуть не очень я думаю завтра лучше да 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 что хотел спросить но тут же отменили выставку клинок куда все мы собирались естественно все и наши дела и блогеры не нужно знаю все не все но мы точно собирались вот а юбилей же у клинка и у тебя инсайдерская информация у меня есть инсайдерская инфа то что организаторы клинка заказали у тебя юбилейные ножи для своей выставки вот ведь перед нами лишь один из них расскажи пожалуйста на самом деле идея родилась еще в декабре когда приехал в гости михаил собственно организатор этой выставки миша привет если смотришь на привет лишь что сделать самые острые выставки в россии что-то клинковое что-то интересное что-то вкусное чтобы это было так сказать интересно всем посетителям выставки и не только тем кто ее смотрит через просторы нашего интернета ну и посидев немного подумав ну сам понимаешь обсудив там то все пришла идея сделать нож который будет символизировать путь клинка как выставки от рождения до нынешнего так сказать состояние в котором она находится сейчас они на острие они на фаворе это одна из самых действительно крутых самых интересных выставок для желаем и даже выставок оффлайн а выставку оффлайн ну конечно виртуальная выставка произвела фурор тут даже не поспоришь но давай теперь к нашему ножу смотри долго ли коротко ли мы думали с михаилом и решили сделать вот такой вот интересный нож перед нами образец номер 001 в угол прототип 000 находится уже у михаила в руках он уже его облизывает гладит спит с ним я не знаю чем с ним делает ну давайте начнем вот с этого смотрите символично выражена дорога которая идет через тернии к звездам кострию 0 это рождение ножа клинка выставки 10 это уже зрелость то есть он уже были взлеты и падения судя по графику путь к успеху он всегда тернист и не просто и к двадцати годам клинок взлетает на свое острие и здесь такая надпись 20 лет на острие символично 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 с этой стороны нож имеет логотип клинка ну соответственно логотип производителя и имеет номер который присвоен каждому ножу это всего лишь 100 ножей лимитированная серия учитывая то что клинок посещает 20 плюс-минус там тысяч человек я так думаю что достанется не всем так что спешите возможно вы будете в числе той сотни которые успеют приобрести данный но слушай а ты не знаешь сейчас одно что никак то есть я так понимаю его же на выставке хотели представить сейчас клинок отменен но пока перенесен но мы все понимаем скорее всего это будет скорее всего как бы это секрет михаила он сам ты не знаешь я предполагаю давай я расскажу о своих предположениях давай наверно расскажу о ножи мы на какие-то контакты клинка все равно оставим в описании там не знаю ссылку на контакт не шли на группу в контакте ну если михаил даст свое согласие оставим его телефон ну да согласен что касаемо конструктива данного ножа смотрите нож выполнен full танги то есть это цельный металлический нож надежный кованый выполнен из стали к 340 к 340 все-таки шведской бюлеровский а почему выбрали именно эту сталь мы долго сидели с михаилом обсуждали какую же сталь нам выбрать для этого ножа чтобы это было не сильно дорого и не било по карману покупателя да но в то же время чтобы это было модно современно хорошо качественно слушал я к тебе сейчас пристану с таким стрёмным на самом деле вопросом к 340 такая сталь которую даже бюллер позволяет колить достаточно на большое значение по роквеллу на сколько ты ее калишь 62 единицы потому что я насколько знаю там до 65 по моему ее можно коленть но по стандартам вот смотри я смогу сбиться но по-моему да и цифра мы с ребятами сам знаешь регулярно проводим тесты то есть мы когда термичем какие-то железки какие-то новые железяки которые мы используем себя в производстве мы их тестируем пеньковом канате который благо дело вот здесь горбатые производят несметных количествах горбатовская фабрика рез пенькового каната 22 миллиметрового так называемого манильского троса он очень четко отражает насколько сталь способна держать за трубу потому что это плотные плотные сплетение волокон там попадается и твердые более мягкие и там как бы и вот на нем можно объективно отразить понимаешь когда ты приходишь на природу или на охоту особенности на охоту и твой нож тупится в самый неподходящий момент но это как бы неприятно и не все так скажем честно обладают науками заточить но здесь есть только еще один момент с выкрашиванием потому что многие же стали вот крошится прибавляя мечте поэтому я и говорю очень часто мы тестируем ножи на этом канате и что для меня является хорошим показателем если нож сделал 35 резов по 25 миллиметровому манильскому тросу то в принципе такой нож уже можно брать то есть ты можешь его брать он порежет и мы сейчас не говорим про какие-то резы там за двери руслан киасов делаем там стали другие за . все остальное мы говорим про теперь касаемо выкрашивание когда мы сталь перекаливаем то есть мы пробовали закаливать до 63 64 единиц что показывал нож он резал хорошо но где-то на 60 70 резах на режущей кромки на режущей кромки у нас появлялись такие микро микро за зубринки это как раз таки происходило выкрашивание самых тонких частей режущей кромки мы сделали отпуск до 62 единиц сделали кривую обработку после термички потестировали ну вот данный нож например под номером 001 он показал результат в 130 резов ну это в принципе очень очень даже достойно выкрашивание начались где-то после 110 резов но они были очень незначительными просто режущая кромка умерла к 130 резам как бы не совсем но мы приняли решение что 130 резов как бы это достаточно достаточно предел поэтому в свои как бы деньги это сталь показала себя с хорошей стороны достаточно хороший результат порезу ну и михаил сказал что как бы это сталь такая как бы она модная интересная люди любят она раскручена и ему она тоже нравится потому что мы ему делали тоже нож из стали к 340 можно я так понимаю классика кожа с свободным подвесом тут в общем ничего такого супер экзотичного толстая 4 миллиметра до 4 и прочную кожу спинная часть до 8 и завьялов конечно же здесь красавица андрюха хороший нож жалко что клинок отменили но знаешь качу холодно пойдем-ка в баньку погреемся а пойдем чуть приготовим в пусть приготовим до с дороги на на устали все пошли давай уже холодно ну его нафиг а ножик то я с собой возьму пригодится ну что друг вот мы и в бане сейчас пока там все греется нам нужно что-нибудь покушать приготовить все-таки ну вечер там все дела конечно побалую вас своей мужской кулинарии опять ты у тебя кулинария отличная мы сегодня готовим традиционным уже для твоей кухни сербским шефом ну свой я никогда из рук не выпускаю ну и тебе взял чтобы было чем поработать так отлично я в прошлый раз нужно конца не раскусил сейчас мне будет очень интересно заметь у него поменялась за . конвекс сейчас это наконец-то я тебя просил андрюха где нужно линза до 100 процентов и вот она вот она ребята у тебя все ножи в линзу до то есть сербы все сербы стали я думаю это большой респект от всех кто готовит слове что газ сразу ну что готовим что готовим вообще но я мы шутя в гостях поэтому мы сегодня петруху к петруху седой а петруха пока у нас парится в парилочке петушара пойдем петруху в студию попарился тупик тепло ли тебе девица тепло ли тебе красная синяя да уже готов ну что вот мой петруха но слушай я конечно такого еще не встречал чтобы размораживать курицу в парилке петруха доморощенный я его растил я его и порешил собственно я его и приготовлю поехали так давай тогда знаешь что мне же все таки интересно серба прочувствовать я знаю что будешь профессиональным орудовать но ты мне какие-то задачи ставь я туда смотри поработать очень частый вопрос а можно ли сервам рубить кости ну конечно не надо рубить и моталыги но вот разделать курицу то что мы в принципе наиболее часто разделываем на кухне так вот смотрите вот сербский нож он заменит и нож и тяпку если вы будете разделывать курицу что поехали давай давай раздел разрежем сначала пополам грудинку и оделим ножки вот это у нас называется часть огузочек смотрите у огузка есть вот здесь вот такая железа и и надо обязательно удалять болен слушай как режет песня что она нам ни к чему первый кусок готов вот Продолжение следует... Руби, ну давай, да, но руби шейку и порционными кусочками, давай, пробуй. Сильно не рубля, как джедяйский нож вообще. Ну я дебой обычно вот так вот рублю. Давай сейчас рубанем, да, красиво? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюх, ну традиционно после рубки костей положено же. Я понимаю, что это фигня, но положено бумажку порезать, давай. Вот весь в жиру еще, все по-честному. Да ну что смеяться? Просто как брит. Конечно. Конечно. Даже не заблестел вообще. Даже вот так вот попробовал. Не, ну что же. Смотри, берем нашу курицу. Ее нужно сначала посолить. Ты весь обнялась, ты ни хера не увидишь. Ты со мной, смотри, рисанулся. А я тоже всегда хотел так попробовать, да. Порхай как бабочка, жарь как степанов. Степанов. С любовью и с горячей. Марушин пошел гулять с собакой в лес и заблудился. Заблудился в лесу Марушин с собакой. Это самое оригинальное. Вышел, говорит, с другой стороны леса, машина в другой стороне. Ух, поверьте. Добрый, там запуск должен. Урочка подошла. Давай, следующий парень. Поехали. Ну вот, собственно, закладной камень города Ворсмы с годом ее основания. 1588 год, город с очень давнишней и очень богатой историей, где в 1820 году мой предок Иван Гаврил Жозавьялов основал свою мастерскую, которая в дальнейшем переросла в предприятие. Андрюх, я знаю, есть две версии названия города Ворсма. Ну, официальных, да, которых придерживаются. Первое, это от финно-угорских сословий пошло Вори Асма, то есть это лесная земля. А второе, считается, что оно пошло от того, что здесь были поселения воров, и когда пугачевские восставшие проходили мимо нашего города, и хотели поживиться здесь чем-то, предводительница этих воров сказала, вор я сама. Ну, типа, вор я сама. Вор сама, да. Поэтому, верить этому или нет, как это было, наверное, одному богу известно. Ну вот, наш город живет, здравствует, живут люди, процветает ножеделье, рождаются интересные экземпляры ножей. Фабрика Завьялова, которая была основана в 1820 году, отсюда, в общем-то, и пошло все ножеделье города Ворсма. Когда была революция, фабрика была национализирована, перешла в руки советской власти, советского народа, переквалифицировалась на выпуск медицинского инструментария. После того, как фабрика была национализирована, был открыт совсем недалеко отсюда завод Красный Октябрь, который выпускал непосредственно ножевую продукцию. Ну вот, собственно, и мой дед, он работал на этом заводе, и отец мой работал на этом заводе. Так династия наших ножеделов, она не прерывалась. Просто в то время своим бизнесом заниматься было нельзя. Буквально 10 лет назад мы с отцом подумали и приняли решение, что все-таки, наверное, стоит возродить, возродить дело наших предков. И мы сделали свою мастерскую. Ныне эта фабрика Завьелова, где мы делаем для вас замечательные ножи. Ну вот оно, наше знаменитое озеро Ключик. Здесь из-под земли выходит самая полноводная и самая крупная подземная река в Европе. Это озеро изучают уже не один год. Русское географическое общество. Было очень много погружений. Подземная река выходит практически не в вертикальном слое, а в горизонтальном. Как будто труба из-под земли бьет. Озеро очень чистое, всегда очень холодное, имеет температуру где-то 3-4 градуса. Ну, собственно, это одно из таких вот достопримечательностей города Ворсмар. И здесь мы очень любим отдыхать. И когда вы приедете, мы обязательно сходим сюда в поход на пару ночей. Встретим здесь рассвет, проводим закат, пожарим, поготовим. И я вам поймаю самую вкусную рыбу и скупаю вас в самой чистой воде. Ну что, Андрей, спасибо тебе за гостеприимство. Это было по-настоящему интересно, круто и увлекательно. Тебе понравилось Ворсмар? Мне очень понравилось Ворсмар, да. Но, к сожалению, не все получилось, но будет повод вернуться. Ну, ты понимаешь, я тоже не могу отвечать за всех ножеделов. Естественно. К тому же их 260 штук, как минимум. 260 компаний, да. К сожалению, в силу каких-то непростых обстоятельств, которые сложились, не все смогли приехать, посниматься. Но я сделал все, что мог. Спасибо тебе большое. Мы обязательно вернемся. Очень жду. Ну и самое главное, что пускай у многих не получилось, зато мы с тобой придумали несколько очень интересных проектов, которые обязательно реализуем в будущем. Так что через пару месяцев мы вернемся и продолжим наши проекты, которые уже начали делать. Забирай, поиграйся с ним. Я пошел играться. Давай. Ну что, друзья, вот и заканчивается наше путешествие в очередной город ножеделов, в город Ворсму. Крутое ли это было путешествие? Да, безусловно. Все ли получилось? Нет. Мы посмотрели совершенно разные ножи, мы пообщались с совершенно разными мастерами, и мы сюда обязательно вернемся. Почему? Да хотя бы потому, что мы не сняли все, что мы хотели в этой поездке. Тем не менее, отдельно хочу сказать огромное спасибо людям, которые здесь были. И на самом деле, я в любых наших роликах с путешествиями, связанными с ножами, всегда говорю о том, что мы снимаем не ножи. Мы снимаем людей, которые стоят за производством, за созданием этих ножей. Этот ролик, я надеюсь, получится таким же. Спасибо гостинице Медведь, гостиный двор Медведь, которая нас все-таки приняла, несмотря ни на что. Это действительно отличное, шикарное место. Здесь и баньки, и отличные спальные места. И если вы когда-нибудь окажетесь здесь в Ворсме, обязательно посетите, вам реально очень понравится. Спасибо товарищу Завьялову. Андрей, тебе отдельный респект. Ты все эти дни был с нами, помогал нам с организацией съемок, всем остальным. Правда, спасибо, это было круто. Ребят, я пока до сих пор не знаю, что вы в этом ролике уже посмотрели, потому что мы сейчас пишем, у нас еще куча материала, которые мы будем монтировать. Непонятно, что получится. У нас все пошло не по плану. И в этом, наверное, есть что-то интересное. В любом случае, оставайтесь на мужской берлоге. Я еще раз поздравляю с тем, что мы перевалили за 100 тысяч. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, пожалуйста, нам будет приятно. Ну а мы продолжаем наши ножевые путешествия, несмотря ни на что. И я уверен, что мы будем делать для вас еще более интересный и более ножевой контент. Субтитры сделал DimaTorzok